Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер. В данном видео буду выполнять расклад по вашей просьбе. Остались ли у партнера к вам чувства? Расклад является универсальным. Он применим как для мужчин, так и для женщин. Только каждый из вас будет проецировать это на своего партнера, либо партнершу. Работать я сегодня буду с золотым таро, с золотым марсельским таро. Работаем с вами по стандартной схеме. Всего я выкладываю 8 карт-сигнификаторов, 8 вариантов. Вы выбираете один из них, либо ту стопку карт, которая на вас интуитивно смотрит. Для кого подойдет этот расклад? Для тех, кто в паре на текущий момент. Для тех, кто в ссоре. Для тех, кто разорвал свои взаимоотношения. Причем может быть очень давно. И вы хотите проверить, остались ли у партнера к вам чувства. Итак, настраивайтесь пожалуйста на расклад. Визуализируйте своего партнера, проговаривайте ваши имена, проговаривайте даты рождения. Если даты рождения партнера или партнерши вы не знаете, просто визуализируйте этого человека. Я проговариваю вопрос про себя, вы проговариваете про себя. Остались ли чувства у загаданного к вам партнера для тех, кто выбрал первый, второй? Третий вариант, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Пожалуйста, настраивайтесь, выбирайте карту. Даю вам несколько секунд, чтобы вы смогли определиться. И давайте же смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Остались ли чувства вашего партнера? Здесь у нас падает перевернутая девятка жезлов. Карта здесь четко указывает на ситуацию, того факта, что отношения, они завершены. Здесь идет ситуация недоверия, ситуация эмоциональной закрытости. И ваш партнер это не может преодолеть, и вы это не можете преодолеть. То есть даже если есть чувства, они очень-очень глубоко прячутся. Все-таки я дотяну вам сюда карту, что же скрывается под этой таинственной завесой. Но смотрите, здесь больше не чувства, здесь такая вот стабильность. Потому что здесь у нас падает рыцарь Пентакли. По рыцарю Пентакли это отношения, как правило, устаканившиеся. Здесь они идут более такого практического, да, подхода. То есть человеку с вами удобно, потому что вы для него надежный тыл, надежный очаг, поддержка, помощь друг или подруга, смотря кто смотрит, да, мужчина или женщина. Если все-таки с позиции чувств присутствуют ли они? Да, присутствуют, но поскольку рыцарь Пентакли это карта такая длительного времени, то эти чувства уже устаканились. Они есть, но они уже больше, знаете, с таким вот, без налета романтизма. То есть вот такой более практичности. Но по факту чувства действительно у человека к вам есть. Так, для тех, кто выбрал второй вариант. Что же у нас здесь? Здесь мы видим шестерку Пентакли. Это не сама карта чувств. Здесь может быть, знаете, как ваша любовь может покупаться за деньги. Потому что, опять же, во многих ситуациях шестерка Пентакли – это карта содержанки, либо карта альфонса, так, когда содержит мужчину. А на самом деле, если чувства, или все-таки вас все это время покупали поступками. Но по правосудию, это, знаете, вот действительно такая вот позиция, как ты ко мне, так и я к тебе. Это не чувства, это практические расчеты. Я не говорю, что это плохо, но здесь, вот понимаете, вот сколько вы готовы партнеру отдавать и вкладываться, ровно столько он же вам отмерит и даст вам замен. Вот как ты ко мне, так и я к тебе. Или баш на баш. Это такое, знаете, больше какие-то товарно-денежные отношения. А с позиции чувств, ну, сложно сказать. Кстати, по правосудию многие из вас могут быть в официальном браке. А если же, например, вы по правосудию разведены, то здесь могла идти ситуация дележки имущества. Но о чувствах здесь говорить сложно. Здесь уже просто такая вот позиция, знаете, такого вот равностороннего отношения, партнерских отношений, но никак именно не любовных. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Есть ли чувства? Ну, по перевернутому солнцу, да. Здесь, конечно, немножко присутствует эгоизм, но, тем не менее, солнце, это в перевернутом положении солнца. Поэтому чувства есть. Безусловно, человек здесь все-таки эгоист, преследует свою зону комфорта, но, тем не менее, и чувства, и эмоции к вам есть. Ну, давайте все-таки я посмотрю, кто для него, скажем так, на первом месте. Вы или все-таки ваш партнер. Так, ну, по десятке мечей все-таки здесь именно четкая ситуация эгоизма. То есть на первом месте для этого человека только он сам. Здесь, кстати, может ситуация идти, например, в том, что вы в ссоре, либо в разрыве на текущий момент. Если вы хотите помириться, ну, это не тот человек, который сделает первый шаг навстречу. Поэтому, если хотите помириться, то навстречу идите сами. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Есть ли здесь чувства? Тройка Пентакли. Смотрите, карта очень часто, ну, вообще в старых толковниках, указывает на ситуацию брака, либо брака с иностранцем. Если с позиции отношений, это желание работать над отношениями, укреплять, это карта совместного труда, либо карта союза. Но, опять же, союза с позиции, как бы вам сказать, здесь нисколько присутствует эмоциональная, либо чувственная сторона. По Пентаклим что? Расчет. Не именно меркантильный. То есть вы можете подходить, если смотрит женщина, как идеальная супруга, мать детей, как идеальная партнерша. То есть человек понимает, что, например, оправданно настаивать с вами взаимоотношения. То есть вы устраиваете его в сексуальных отношениях. Так, ну, а с позиции чувств, ой, как-то все не сладко. У нас тут ситуация любовного треугольника. Для многих здесь может проиграться, как ситуация разрыва по причине любовного треугольника. Но, тем не менее, человек строит на вас планы. Давайте все-таки, я уже для вас, ну, для четверочки. Что же у вас здесь? Так, перевернутая императрица. Ну, по этой карте вы в роли любовницы, потому что здесь на лицо либо есть супруга, либо есть постоянная партнерша. Сделает ли мужчина выбор вашу пользу? Семья, 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 еще раз семья. Здесь, к сожалению, мужчина отошел в сторону, несмотря на то, что вы ему нравитесь, потому что здесь те отношения, которые у него есть на данный момент, они для него значимы и дороже. Как бы не прискорбно это звучало. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант, давайте смотреть, что же у нас здесь. Ну, что могу сказать? Однозначно, здесь есть страсть, здесь есть эмоции, здесь есть вот такой вот посыл, потому что здесь у нас жезлы. Жезлы всегда у нас отвечают за страсть, особенно если вы представительница огненной стихии, а именно Овин, Лепа или Стрелец, то действительно все мысли, все чувства мужчины заняты именно вами. Но все-таки, если вы не являетесь представительницей огненной стихии, давайте дотяну, что же здесь. Дотянем, уточним. Отношения могут находиться в ситуации застоя, либо человек может подавлять свои чувства к вам. Но все же, что здесь у нас? Ну, что мне вам сказать? Вас любят. И любят очень сильно. Я вас действительно с этим поздравляю. Несмотря на то, что, например, у вас есть застой в ситуации, вы можете надеяться действительно на искреннее полноценное партнерство. Любовь со стороны вашего партнера однозначно присутствует. Во многом, мы можем досчитать вашей, ну, вас своей второй половиной. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Что же у нас здесь? Подводки, жезл, у партнера здесь ситуация двойственности. Может быть, ситуация выбора, сопоставления, сравнивания с кем-либо. Давайте копнем глубже, если у него здесь чувства, либо это просто какая-то вот страсть к вам. Так, ну, вот однозначно по семерке мечей, это, знаете, это называется жизнь на две семьи либо на два двора, и вашим, и нашим. Позиция сопоставить, сравнить, кто же лучше, но все же, какие-то эмоции у него есть, что-то к вам цепляет. Но здесь по пятерке копков, тем более, карта перевернута, это, знаете, желание исправить ошибки прошлого. Тем более, если, например, вы в разрыве, желание вас вернуть или удержать. Человек все-таки не понимает, не может решиться и сделать выбор, но могу сказать, особенно, если вы в ссоре, либо у вас разрыв отношений, для него это действительно тяжкая потеря. То есть, чувства эмоций к вам действительно у человека присутствовали и присутствуют на текущий момент. Для тех, кто выбрал седьмой вариант, что у нас здесь так, у нас здесь падает восьмерка жезлов. Ну, по восьмерке жезлов очень часто, это, знаете, любовь по переписке, интернет-роман, либо любовь с первого взгляда. Иногда это может проиграться, как любовь к путешествию, в дороге, особенно, если вы женщина воздушной стихии. Это водолей, близнецы или весы. Ну, видите, скорее всего, все-таки по переписке, потому что очень часто по пожур жезлов здесь идет ситуация общения на расстоянии, но чувства и эмоции у человека к вам есть. Для тех, кто выбрал восьмой вариант, ну, либо вы, он человек считает вас уже почти своей семьей, либо вы действительно семья, по шестерке кубков есть чувства, есть эмоции. Если вы не в семье, желание создать семью, это желание иметь детей. А если вы в ссоре, то по этой карте ситуация ностальгия, ситуация желания примирения, если вы в ссоре, да, желание вас вернуть. Почему? Потому что вы человеку даете стабильность, уверенность в завтрашнем дне, обретение чувства покоя. Вы даете ему стабильность, и он вас это очень сильно ценит. Вот такой вот у нас вышел сегодня расклад. Надеюсь, он вам поможет прояснить некоторые аспекты. Для тех, кто хочет получить проект-консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за внимание. До новых встреч!